В последнем видео мы говорили о форме. Для отображения формы мы использовали технику рисования контуров. Но вообще-то так никто не работает, поэтому в этом видео я покажу вам второй способ работы с формой объекта. На этот раз мы будем использовать только край карандаша, оставляя на бумаге очень легкие линии. Дело в том, что периодически придется возвращаться назад, так что мне нужно будет немного стирать. Итак, перед нами на фотографии довольно непростой по своей форме объект. Я начну с простых контур объекта и потом перейду к более сложным. Итак, во-первых, мне нужно краем карандаша очертить многоугольник, в который я мог бы вписать будущий рисунок. Это самая простая форма, из которой состоит наш объект. Это один из самых сложных шагов, потому что если вы ошибаетесь с наброском многоугольника, то все последующие этапы работы тоже будут содержать в себе ошибки и недочет. Когда вы закончите с многоугольником, то у вас будет сформированное ограждение для будущего объекта. Итак, вот тут начинается край бутылки. Затем контур идет вверх. А вот тут выступает курок пульверизатора. Как видите, я набрасываю контуры очень схематично, пользуюсь простыми прямыми линиями. Во время работы с каждым углом я использую одну и ту же технику измерения при помощи карандаша. Я показывал вам ее в предыдущих занятиях. Итак, вот я закончил набросок контура. Как видите, некоторые контуры я подчеркнул, выделив их острием карандаша. Но на рисунке все еще виден многоугольник, который мы чертили в начале. Но по мере того, как я убираю лишние линии и выделяю правильные контуры, наш рисунок все больше и больше подходит на объект из реального мира. Обратите внимание, что с каждым углом я работаю крайне осторожно. Я постепенно убираю лишние линии, очищаю пространство, начиная от больших фрагментов и заканчивая менее крупными. В конце концов, я достигаю полного сходства форм. Теперь ластиком я удаляю линии многоугольника. Далее я подчеркиваю темным светом нужные мне линии. Итак, на экране вы видите процесс работы, ускоренный в пять раз. Но не стоит обманываться. Глядя на то, как быстро рисунок обретает форму, сама работа долгая и кропотливая. У меня ушло на это в пять раз больше времени, при этом у меня большой опыт рисования. Так что у вас, скорее всего, уйдет в двадцать раз больше времени. Каждый из углов у нас тщательно выверен. Суть работы – начертить угол настолько точно, насколько это возможно. Я ускорил работу, чтобы нам было проще смотреть на видео, но не стоит обманываться. И в этом, и в предыдущем видео мы пришли к одному и тому же результату. Мы получили четкую форму объекта после обработки эскиза. Но подходы в двух видео кардинально различались. Мне кажется, что этот подход занимает больше времени, чем прорисовывание контуров. Второй подход требует кропотливой и тщательной обработки эскиза. Поэтому он и занимает больше времени. Ваше домашнее задание – нарисовать пять объектов. И если вы уверены в своих силах, то возьмите за образец предметы сложной формы. У этой бутылки была непростая форма, поэтому с ней было интересно работать. Именно такие объекты вам и нужны. Поработав с ними, вы сможете извлечь максимум пользы из упражнения. Желаю удачи с визуальным измерением. Спасибо за внимание. Продолжение следует... Продолжение следует...